Девушки отдыхают Здравствуйте! Я хочу поздравить вас с Новым Годом! Я верю в сказку! И сегодня я пришла найти не сказочника, а все-таки волшебника. Мне будут помогать мои подружки Ирена и Дарья. Оксана, 28 лет. Влюбилась в мужчину, который был старше нее на 13 лет. Хотела семью, но для него бизнес был важнее, чем она. Решила не тратить свое время и ушла. Оксана певица по образованию юрист. Имеет свой маленький бизнес. Увлекается музыкой, любит путешествовать и коллекционирует маски. Предупреждает, что очень боится бабочек, не пьет спиртное и на своей машине она установила гранатомет. Мечтает сняться в кино и верит, что красота спасет мир. Оксане не нравятся сладкие красавчики, выйдет замуж за брутального мужчину, которому она захочет родить детей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Девчонки, я хотела, я привязала вам подарки. Моя мама является поклонницей вашей программы. И эти подарки с душой моя мама передала, и бабушка, и от меня лично. А что, дарушь их? Это нет, это шерфы. Сейчас холодно, чтобы вы не мерзли. Очень хорошая девушка, дарит подарки. Что правда, прямо гранатомет на машине? Да, прямо гранатомет. Он у меня настоящий, правда, со срезанным стволом, то есть он не действующий, потому что оружие нельзя действующее ставить в общественных местах. А где он у тебя стоит? Прямо на крыше. Ну, у меня машина, она такая военная, она большая, и поэтому я установила гранатомет. А полиция что, когда вы приезжаете? Нет, у нас все законно, я его покрасила в розовый цвет, он у меня украшен камнями сваровскими, и чтобы не было угрожающе, потому что, ну, это девочкина машина. Говорю, ну, единственное, у меня, конечно, вот это вот сочетание розового гранатомета в машине беспокоит. Ну, да, меня тоже. Ну, при общении, наверное, ты поймешь, что к чему. Ну, рассказывайте про любовь, что там у вас было. Была история, не любовь. С моей стороны, любовь, с его стороны, не любовь. Он просто очень любил свою работу. А я, как девушка молодая, неопытная, влюбилась и думала, что все-таки это ответно, потому что человек был старше меня. Он делал красивые жесты, он делал красивые подарки. А красивые подарки это какие? Красивые подарки? Ну, знаете, каждой девочке нравятся цветы, пусть даже полевые, иногда даже приятнее. Ну, что, полевые цветы дарил? Да, дарил. Полевые-то подороже будут этих искусственных. Хорошо. Нет, ну, конечно, были дорогие подарки. Я не скажу, что... Я считаю вообще, что только мужчина должен женщине дарить бриллианты, а не женщина покупать. Милая моя, если бы он столько не работал, он бы вас так не баловал? Конечно. И не было бы цветов, потому что он выходил все время злой. И не было бы этих подарков. Ну, Оксана, ведь ужас же даже не в том, что он так много времени тратил на работу, а что он однажды вам прямо так, глядя в глаза, взял и сказал, мне с тобой хорошо время с тобой проводить буд, но я тебя не люблю. Да. Это самое страшное. А знаете, когда у девушки обламывают крылья, у женщины, у девушки, неважно, она начинает летать на метле. Вот я просто, мне интересно, как актрисе, мало ли придется когда-нибудь такое играть. Крылья обломали, она на метлу пересела. Как у вас сердце не разорвалось? Он в сердцах это говорил или вот просто, между прочим, абсолютно обдуманно? Он достаточно выдержанный человек был. И, вы знаете, я вообще плохие моменты в своей жизни, я пытаюсь избавляться от них и не помнить. Вы расскажите, как это по ситуации было? Он пришел с работы и сказал, вот, я не буду повторяться, то, что мне хорошо с тобой, но я тебя не люблю. И уехал в очередную командировку. И в этот момент как раз я и определила то, что мне нужно все поменять в жизни. Я повторюсь, но я поменяла все кардинально в своей судьбе. Ну, единственное, что хорошо, Оксаночка, он вас не оставил на улице, он вам купил квартиру и бизнес, да? Я сказала, что я благодарна этому человеку, потому что он научил меня многому, он помог мне создать свой бизнес. Я не только певица, я бизнес-леди, поэтому я самостоятельный человек. Ну, конечно, он мне помог в моей жизни. Оксаночка, и вы куда-то собрались и уехали, по-моему, на какие-то острова, нет? Я решила путешествовать. Я долго путешествовала. За его счет? Ну, не скажу, что прям за него. За его счет. А где вдруг вас озарило? Нет, он не оплачивал мне путевку и сказал, вот, едь, путешествуй. Это я решила. Ну, конечно, за его деньги. Оксаночка, а где вдруг вас озарило, что вы должны петь? Я была в стране, кстати, девчонки, советую вам туда съездить обязательно. Это Ямайка. Там вот... Ямайка! Нет, там реги каждый день. Нет, вот реально, всем советую туда съездить. Ну, куда же еще убегать-то, на самом деле, от разбитого сердца, как не на Ямайку? Ну, это далеко, я согласна. Туда редкая птица долетает. Там страна, в которой музыка звучит с утра и до вечера. То есть, вот ты просыпаешься с этой музыкой, а как девчонки танцуют, у них попа, это как отдельное государство живет. Конечно, но эта музыка очень специфическая, это музыка определенного стиля жизни, которая предполагает отсутствие напряжения, не то, что у нас. И она вдохновляет качество определенного возраста. Даже на Ямайку захотелось. На Ямайку? Ну, да. И вот вы вдохновленная поняли, что у вас прорезался голос, что вы практически Боб Марли. Нет, 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 Лариса, совершенно не так было все. Я не скажу, что я пришла с этой мыслью и сказала, что я буду певицей, хотите, не хотите, но я, вот вы должны меня слушать. Нет, конечно. Это боком, алкоголем и так далее. Ярко, красиво, конечно, Игорь. Да, девушка. Мне нравится. Я с детства была таким актерским ребенком, потому что даже мама, вот я расскажу вам смешную историю, у меня мама по блату достала польский костюм. В те времена было сложно достать новогодний костюм для ребенка. Но один из, два костюма. Один из костюмов она отдала моей двоюродной сестре, она была красная шапочка. А мне достался костюм льва. И можете представить, вот я прихожу на утренники, все девочки снежинки, королевы, все с кудряшками, их красят, а я лев. То есть я мальчик, вот я в гриве с хвостом, он шикарный костюм был, он был, ну, как по блату, да, достали. И вы не представляете, когда мне мама пошила, когда я уже выросла с льва, мне мама пошила костюм цыганки. Вы не представляете мою радость, вот как ребенка. Мне Дед Мороз говорил, остановите эту цыганку, она уже пятый круг наматывает вокруг елки. У нее же цыганка, она так бы скоро сохранилась. Ну, чем-то есть общие черты у нее. Такая же чернобровая. А что-нибудь вы что любите на путье для нас, просто для настроения? Я правда не смогу, я очень волнуюсь, голос дрожит, и я готовилась к этой программе. Ой, Мороз, Мороз! Татарская народная песня. Ну, Татар голос никогда не дрожит. А нам все равно, что водка, что пулемет, лишь бы с ног сжимала. Оксаночка, ну вы сейчас заточены на карьеру, или все-таки вам хочется успеть выйти замуж, родить детей и жить, как все люди? Ведь у женщины глаза горят, когда с ней рядом любимые, и когда ты поешь о любви, зритель, его невозможно обмануть. А, то есть мы еще пить будем немножечко, да? Почему же немножечко? Нет, просто 28 лет вам пора уже не просто замуж выйти, а детей родить, а там уже четвертый десяток, какая сцена? Ну, почему вы думаете, можно начать? Почему готовиться-то? То есть вы, значит, будете гастроли, репетиции. А ты думаешь, Роза, что вот такую вот красоту ты сейчас привел в Хрущевку, в однокомнатную, где еще мама сумасшедшая и бабушка в маразме, да? Вот эту вот красоту говорит. Я говорю, а твое предназначение какое? Вот сичк прикрыла, а и давай-ка пасут там. Почему? Ну, потому что одним женщинам можно, а другим нельзя. Одним нужно торопиться выходить замуж, а третьим можно и погулять по буфету еще. Я думаю, что Оксанке еще лет 10. Так я же про женихов говорю. Главное, чтобы детей успела родить. Вот это вот обязательно. Я вот не вижу, за что зацепиться, если честно. Мое мнение. Ну, цепляться не тебе надо. Я не скаловал, чтобы цепляться. Я знаю точно, что вы будете мужчин тестировать на секс. Это для вас немало... Ну, зачем же здесь? Роза была бы рада. Значит, для вас это немаловажный момент, правильно я поняла? Значит, сначала мы этот тест, а потом уже и по душам, правильно я поняла? Нет, я тестировать не буду, знаете... Да ну не здесь, конечно. Не, ну не здесь. Но, Роза, я скажу так, что для меня размер имеет значение. Это я скажу откровенно. Опа! Я не скрываю этого. И правильно. Ну все, ясно, короче. Следующий. Понятно. А есть что-то? Девочки, ну давайте что-то. Ну я чувствую, что программа у нас сегодня будет ого-го подстать нашей невесте. Потому что вы хоть человек чувствительный, но склонно эту свою чувствительность защищать с помощью внешних контрастов и некоторой, но если не брутальности, то жесткости. Я думаю, что отсюда и вот этот самый гранатомет, пускай даже в розовый цвет покрашенный отсюда и такие драматические контрасты во внешности. Черный, красный, все должно быть эффектно. Это Сатурн с Марсом, восходящий в Скорпионе. Но на самом деле вы человек холодноватый внутренний. Вы человек кажущихся страстей. На самом деле достаточно спокойный, уравновешенный. И от общения с мужчиной ждете дружбы, ждете такого истинного взаимопонимания. А мужчина вам нужен обратный. Мужчина, который будет внешне холодным и очень спокойным, а внутри наоборот бурлящим, таким кипящим вулканом. Вот будем сегодня и такого искать. Мне она не нравится как женщина, она некрасивая, с моей точки зрения. Ну, хорошо. У нее какие-то странные запросы. Какие странные у нее запросы? Ну, ты все слышишь о запросе. Нормальные женские запросы, большой размер. Влюбленные или пока вот они напротив сидят и обещают все, что угодно. Луну достать, у денег у всех хватает и так далее. Нет, дорогая, ты мне сегодня нравишься, Оксана. Значит, мы сегодня как смотрим? Щупаем, трогаем, наблюдаем глазами. Ну и, соответственно, понимаем, что после этого взять можно. В общем, я буду сегодня наблюдать очень внимательно. Вам нужен мужчина простой, но тот, который умеет зарабатывать, который любит хорошо, ярко и красиво жить, которому нравится, в принципе, женщина, деторождение, дети, делание, отдыхать. Вам нужен живчик, который будет жить и радоваться. Я скажу как будто... То есть вам не нужен задумчивый, погруженный в свои мысли, философ. Нет, вы с таким рядом или умрете, или опошлетесь. Мне нужен волшебник. Мне нужен волшебник. Понимаете, сказок можно рассказывать много, да, и обещать многого. Но человек слова и настоящего мужика. А почему вы считаете, что мужчина вообще при первом свидании должен что-то обещать? Почему вы сами не хотите что-то обещать ему? Вот интересно. Вы знаете, я, наверное, прошла тот возраст. У меня было очень интересное приключение с моим любимым. Мы ездили в первый отпуск, и я его хотела очень сильно впечатлить. Я хотела показать все спецэффекты, которые, возможно, девушки ожидали. Ты с той бассейна прыгнула, разбила голову? Да. А на дискотеке сломала руку? Да. А потом у нас в площадке так выделала кренделя, что стерла ноги по самой ягодице. Да-да-да, это самая история, да. Но я хотела впечатлить человека, но... Вы знаете, что в конце он сказал, когда мы уже сильно на обратном пути? Он сказал, ты знаешь, не надо этих спецэффектов. Ты мне нравишься и такой. Но вот я хотела удивить его. И я поняла, что действительно спецэффектов не надо. Но мне хотелось поразить. Знаете, я хотела выпрыгнуть из бассейна красиво, сесть как русалка на бортик. Но тут соскальзывают руки. Я падаю. И знаете, как в фильмах ужасов, я понимаю, что люди начинают выбегать из бассейна, а вот просто кровь, вот все в крови. И только чувствую, что меня кто-то за волосы вытаскивает. И когда я уже шестой раз приехала в скорую, да, ну, этой страны... Слушай, пять раз ты впадали. И они когда мне сказали, что again, я говорю, да, да, again. Это значит снова опять. Да. Ну, понимаете, я просто, наверное, была настолько увлечена, что мне хотелось настолько произвести впечатление, что я вошла в стекло головой, да. Но у меня много было. Вы понимаете, что этого не надо. Я к чему это говорю? Вот вы сами рассказываете и описываете это как свои ошибки. В общем, в прошлом. И тут же от мужчин ждете каких-то обещаний на будущее. Может быть, не надо ничего ждать. Может быть, нравится друг другу строить отношения. Послушайте, она же в шоу-бизнес идет. А интервью, когда она будет давать, ей будут задать вопросы. Скажите, пожалуйста, вот как сейчас замучили перед Новым годом. Расскажите какую-нибудь интересную историю, связанную с Новым годом. Этих историй для всех изданий просто, ну, столько не бывает. Поэтому вам нужно запастись и запоминать вот эти самые истории. Где-то еще можно преувеличить, переврать, подсочинить. Где-то можно чью-то историю на себя применить. В принципе, да. Поэтому вам обязательно. Потому что если перед нами сидела бухгалтер в киностудии Ленфильм, это была бы одна история. А у нас, у Оксаночки, другой полет. У нее другие цели для этой жизни. Поэтому, девочки, собираемся. Давайте уже знакомиться с женихами. Давайте. Вперед. После рекламы женихи проявят свои лучшие качества. Оцените вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в студии Оксана. Идите, встречайте первого жениха. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй. Меня зовут Костя. Я хотел сказать, что ты очень красивая. И также тебя хотел поздравить с Новым годом. Мне показалось потискать. Нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Проходите. Какой-то у него тяжелый итальянский акцент. Ей нравится Ямайка. Ты ошибся с городом. И со страной. Бонджорно. Бонджорно. Бонна сэра. Микяма Василиса. Микяма Константин. Вы что, работали любовником по вызову в Италии? АПЛОДИСМЕНТЫ Нет. А, вот я тебя раскусил. Вот умная женщина раскусила в три секунды. Откуда такой вульгарный итальянский-то? Почему вульгарный? Откуда хватался-то? Учу. Пытаюсь учить. А, для чего? Что в чего? Чтобы головой морозить там итальянским богатым женщинам? Нет, чтобы общаться в Италии. А, люблю эту страну. Побывал, бывал там, поэтому очень люблю итальянский. Мне кажется, это как раз ее вариант вот такой. Ну да, кстати, они друг другу подходят. Да. Мне импонируют. Поздравим. Вы против меня что-то говорили? Не-не-не-не. Мы наоборот тебя спасаем, дружище. С кем приехали нам на программу? С друзьями. Это мой друг Павел. И это мой друг Дмитрий. Ну супер. Давайте сейчас посмотрим, узнаем вас получше. Давайте. Константин. 29 лет. Коммерческий директор крупной строительной компании. Увлекается фитнесом, сноубордом, вейкбордом. Изучает психологию, совершенствует итальянский и английский языки. Мечтает жить со своей семьей в Испании. Константин признается, что никогда не любил по-настоящему и старался не обманывать девушек, с которыми были мимолетные романы. Надеется, что Оксана сможет пробудить в нем настоящее чувство. Хороший знак. И вы в одном стиле одеты. Так, мне кажется, будете клевой парой. Да? Это неудачно. Возможно. Да, Кость, что значит не любили никогда по-настоящему? А по-настоящему любить это как, по-вашему? К сожалению, не знаю, как это. А как хотелось бы? Как представляете? Как мечтаете? А мечтаю, ну вот, скажем так, это должен быть для меня лучший друг, наверное. А вы как считаете? Дружба, это, конечно, хорошо. Года идут, когда вы вместе уже долгие годы, то уже, может быть, умирает любовь. Но дружба остается, это прекрасно, наверное. Но я не хотела бы быть с мужем только другом. А у вас и не получится. Мужчина никогда не будет жить только с подружкой. Просто мужчина хочет сказать вам, что ему одной красоты недостаточно. Ему хочется еще уважения. Поддержки. Поддержки, общность интересов, да? Да, совершенно верно. Дружба предполагает партнерство. Друзья – это только те, кто равны. Значит ли это, что супруга или любимая девушка с вами должна быть равна в правах и обязанностях? В правах, конечно, несомненно. Да, но в обязанностях я, как мужчина, наверное, у меня больше должно быть обязанностей. То есть не, наверное, а абсолютно точно. То есть я должен зарабатывать деньги и кормить семью. Это нормально. Добрый молодец. Какой молодец. Позволите вот такой вот красавице Оксане самоутверждаться? Вот видите, ей уже скоро 30 лет, а она хочет на сцену. Не будете ей говорить, да ладно, Оксанка, хватит уже для детей, там, пои колыбельные. Нет, нет. Или будете деньги свои трудом заработанные вкладывать в карьеру жены? Я считаю, если человек чего-то хочет, да, то есть он должен это делать, мы живем один раз. Да, то есть это мой жизненный принцип. Но за ваш счет? За мой счет. Если я буду любить этого человека, и, конечно, я дам... А счет у вас хороший? Счет у меня нормальный. Адрозный ничего не скроешь. Готовься к вопросу. Мне интересны люди, которые не испытывали чувства любви, да, такие есть. Вот есть ли какие-то качества, за которые вам кажется, вы могли бы отдать свою душу? Ну вот на примере своей прошлой жизни, вот на примере тех женщин, которых вы уже любили. Просто свою историю, так бегленькая, самые яркие моменты, о чем вам самому хочется рассказать. Что у вас уже было? Все-таки 29 лет солидный возраст. Да, ну у меня, не могу похвастаться, что у меня были какие-то серьезные отношения долгосрочные, да, то есть вот максимально, это был год я, когда встречался с девушкой. Но вместе не жили? Нет, жили вместе. Да, ну через какое-то время, то есть сначала была влюбленность, да, это было. А потом через какое-то время влюбленность прошла, а вот, ну как бы дальше с этим человеком не захотелось оставаться. А может, припомните, чего недоставало той вашей девушке? Не было какого-то огня, ну то есть вот, наверное, с ее стороны, да, не было какой-то инициативы. То есть мне, скорее всего, нужна девушка, которая будет там, там, труможительнее. Пойдем туда, пойдем туда. Но я его буду приглашать на свои концерты. Ну это чудесно, когда люди могут разделить, конечно. Не знаю, наверное, они на самом деле друг к другу подходят. Он тоже так не... В общем, они стоят друг к другу, и мне это очень радостно. А вы гнездышко-то построили? Конечно. А где оно у вас? И в квадратных метрах сколько? А оно у меня в Москве. Пока порядка 60. Ну тоже неплохо. А еще где? А еще планируется в Испании. Вы хотите жить в Испании, а учите итальянский? Какая связь? Просто итальянский сейчас для меня более доступен. Есть источник, когда я могу учить. Ну то есть откуда я могу учить, да? Ну молодец, хоть чем-то занятый. А покажете сюрприз, который приготовил? Да, Оксана, я знаю, что ты веришь в каски, поэтому подготовил для тебя небольшой подарок в виде венецианского карнавала. Ух ты! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень красиво. Я думаю, оценивает очень сильно. Да. Как же это красиво! Как же это здорово, правда? Да. Спасибо, потрясающий сюрприз, я считаю. Спасибо, да. Спасибо, парни. Теперь смотрите на нашу, свою комнату. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вообще, классно, да? Как классно. Да? Да? А ладно, выпьем за это? Хорошо, девочки. Чимс? Фух. Да? Ну что, девчонки? А что такое кисляк-то на лице? Так. Что, не произвел впечатление? Любит себя. Любит себя, да. Любит себя показывать. Так, вот это вот театральщина. Театральщина, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, я тоже думаю, пришел бы сразу, принес бы пару батонов колбасы, водки бы, колечко бы, как он телесережки. Я бы ее так за одно место сказала, хорошего. Что вы хотите, девочки? Первая встреча, первая. Но он очень волновался. Он волновался. Горис, ну ладно уж, прям это, а что к нам женихи без цветов, что ли, приходят? Приходят и уважение оказывают. Посмотри, какие он цветы на сцену принес. Жесткости маловар. Он красивый. Вот, понимаешь, он и знает. Жесткость на первой встрече, расскажите. Вообще-то я жестковат, и когда нужно, просто не признакомься, да, и определенные волнения, конечно, есть. Не, ну, симпатично, красиво, конечно. Вы же не впечатлили. Правильно, меня тоже не впечатлили. Светов? Нет. Шоколадки? Нет. Нам такое не надо. Еще неизвестно, будет ли он верный. Будет он верный, нет, Василис? Я не могу гарантировать его лебяжьей верности. Но он действительно чувствующий и рассказывает о том, что он до сих пор не любил, и это лукавство. Вот как помните в фильме «В джазе только девушки», где он рассказывает о том, что не любил, для того, чтобы вызвать в женщине инстинкт, добиваться его, вызвать в нем эту любовь. Мне кажется, нормально, когда человек при первой встрече хочет показаться лучше, чем он есть на самом деле. Квартиру прибираем, для гостей мы красимся, мы сидим здесь все красиво и прекрасно выглядим. Дома мы ходим, наверное, не так, да, и вы в момент расслабленности выглядите не при этом макияжа, не с крестом на шее. И он также постарался произвести впечатление. Это абсолютно нормально. Я вам говорила, выбирайте человека достаточно спокойного внешне, но внутри чувствительного. Вот как раз Константин. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Оксана. Идите, встречайте второго жениха. Удачи! Оксана, привет. Меня зовут Сергей. Я думаю, у нас получится хороший дуэт. Спасибо. Цветы? Спасибо, проходите. Вот мужик пришел. Вот он, пацан. Здравствуйте, Сергей. А с кем вы? Это мои друзья. Александр, Алексей. Очень приятно. Ну, давайте нас посмотрим, узнаем вас получше. Сергей, 32 года. Руководитель отдела маркетинга и рекламы в торговой компании. Трудоголик. Посещает байк-фестивали, увлекается музыкой и занимается общественной деятельностью. Мечтает о путешествии вокруг земли на мотоцикле. Своей возлюбленной Сергей постоянно пытался доказать, на что он способен. А когда достиг высот, оказалось, что ей этого не нужно. Надеется, что Оксана оценит его по достоинству. А любили когда-нибудь по-настоящему? Есть, что вспомнить. Знаете, что такое любовь? Я не могу сказать, была ли это настоящая любовь, да, в классическом понимании. А что, так по пьянке закрутилось? Нет, у меня довольно-таки были серьезные отношения. Нет, ну вы с ней встретились, познакомились на свадьбе. Она была подружкой невесты. Ну это же прелесть, все кричат горько. Она в красивом платье первые 40 минут, с красивым макияжем первые минут 20. И вы тоже еще пока способны воспринимать вот то самое короткое время. А дальше называется любовь у всех практически. Ну, с того момента прошло еще около трех месяцев, когда я понял, что она мне нравится. Я нашел через невесту ее координаты, телефон, связался, и мы начали встречаться. А почему вы ее родителям не пришлись? Наши семьи были немного из разных социальных слоев. То есть у ее родителей был бизнес, мы родители немного попроще. А родители ее прям так и сказали? Нет, они пытались меня подстроить, как говорится, на свою волну. Ну что они плохого сделали по отношению к вам? Они вам предложили хорошее место у себя в бизнесе. Ну да, я понимаю, они хотели, наверное, счастья. А у вас что, гордыня взыграла? Счастья своей дочери. Не хочу сказать спасибо. Да, я сказал спасибо большое за оказанное доверие. Но работать я на вас не буду. Да, у меня есть руки, голова. Я добьюсь всего сам. Значит, не хотели в семью? Может быть, они им сказали, добро пожаловать, добро пожаловать к нам? Мне казалось, что я буду чем-то им обязан. Что я потеряю свое лицо, свое слово. Я не смогу в каких-то моментах сказать им нет. Нет, а сейчас что это вы решили, что вам прям деньги будут платить? Только просто так. Потому что потенциальной работы нет. Потому что они дочку очень свою любили. Ну хорошо, и вот вы уехали куда-то там, да? Да, я уехал в район Крайнего Севера зарабатывать деньги. И вернулся на белом коне? Ну, почти да. А вы это время с ней связь не теряли, общались? Нет, не общались. А, всем милый мой. Она через полгода уже и лицо-то, наверное, ваше не вспомнила? Нет. Вспомнила. Мы попытались... Мы, вернее, возобновили наши отношения. То есть мне стало спокойно просто на душе, что я... А что вы привезли, я вот никак не могу понять-то. Родители с простых, это я поняла. Что вы были, скажем так, без машины стали с машины. То есть вы что так... А, вы квартиру. Молодец, приехал, привез квартиру, да. Очень чудесный. Какой молодец, какой молодец. Мне кажется, она его выберет. Ну, Катин, без обыдя. Сергей, вот сидит перед вами такая звезда эстрады Оксана. Красавица. Казалось, такая простенькая сидит. Нет, не простенькая, сразу подметил. А вы потянете? Опять тягаться, да? Вторая ситуация. Старый я стал для, конечно, для таких дальних поездок. Да, у него может быть вариант не выбрать никого. Из зрительного зала начать. Можно. Из зрительного зала можно выбрать вообще. Пожалуйста, мне вот это... Да, да. Заверните. Есть какие-то вопросы? Пообщайтесь. Ну, Оксан, я так понимаю, творчество твое больше из жанра поп-музыки. Да. Да. То, чем занимается Оксана. Вам это нравится? Я просто не знаю, не знакома. Честно? Да. Ну, наверное, нет. Ну, то есть это не ваше? Ну, можешь закрыть глаза? Нет, ну, творчество творчеством, а внутренность человека может быть совершенно другой. Какой человек нужен тебе для, ну, комфортного, наверное, проживания? Что ты ждешь от этих отношений? И вот я, наверное, так спрошу. Я скажу, что мои песни, если ты слушал, то они о любви. Ты прикинь, он говорит, что у тебя говорит? А у всех остальных это слома. Мои песни говорит о любви. То есть опять, я певица. Что ты ждешь от отношений? Звезда. Вот видишь, сейчас ей, сейчас ей Лариса скажет. Иди сюда. Кто вам из поп-исполнителей российских нравятся и женщин? Кто? Чье бы место вы хотели или как вам кажется? Нет, ничего места я бы хотела. Ну, хорошо, я не так сказала, боже мой, ну. Ротару. Кто вам? Почему нет? Я тебе, Сереж, перевожу. А то у нас Оксана все в правилах. Короче, вот она говорит, мужик, ставим двоеточие. Значит, место... Сидеть дома? Нет, нет, нет. В смысле нет. Ну, хорошо, кто? Тогда кто? Вот ответим на вопрос. Ну, мужик это, мужик это значит, что такое. У которого есть женщин? Во всех отношениях. Он должен быть настоящим, он должен быть неревнимым, потому что моя профессия, ну, создает некоторые неудобства для ревнивого человека. При деньгах. Я не верю в Брайф Шалаше, я говорила, он должен уметь зарабатывать, он должен быть любящим отцом, хотеть детей. И вот это вот, чтобы отец получился-то. Ой, в смысле, чтобы дети получили. Да, и размер имеет значение. Я как бы это сказала. Ну, в общем, как гранатомет, а крупнокалиберный. Чтобы он, значит, он ее удалит. А он типа сказал, что нет, я не... Сидел дома, иногда ходил на ее концерты. Прикинь. А она, значит, там звездит-фирит. Покажите сюрприз, который приготовили. В общем, песня немного не зимняя. Эта песня называется «Весна о времени, когда все расцветает после зимней спячки». Актуальность сегодня. Да, время любви и еще раз любви. АПЛОДИСМЕНТЫ Город дышит весной, ранней весной. Снежный город пахнет тобой, прикасается и падает нежно. Теплым снегом твоим каблукам, с запахом кофе на смятой постели. Воскрыть ее окна, вдыхая ты нам, так несложно вернуться и снова поверить. Я в даду и в море твое, в ротаре луны. Прольюсь и дождем наполню тебя. И все наши сны. Ну что, нормальный парень, молодец. Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, парни. С Новым годом! Проходите в свою комнату. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, Ирена и Дарья? Хорошо. Да. Они любят музыкантов. Мы любим музыкантов. Ну, посыл хороший. Да, он не скрывает. Да, он то, что вот он такой. Он как бы не пытается как-то себя очень сильно показать, но это иногда даже лучше. А вам? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Он похож на мужчину. То есть... АПЛОДИСМЕНТЫ Естественно. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, ну, короче, всех первых мы сделали. Дальше я не знаю, как получится. Серьезно, мне нравится. Я вот только переживаю. Ну, пусть караоке поет. А это первое. И второе. Ну, я не знаю, как родители на это посмотрят. Мамы сердце не выдержит, если сынок по второму кругу на север поедет. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, простоват, конечно, для вас что и говорить. Для этого вы приехали сюда, в Москву. А что гороскоп говорит? Гороскоп говорит, что Сергею нужна девушка, которая померкнет в лучах его величия. Ну, то есть он себя, конечно, великим не считает, но нужна, в общем, скромница, которая не будет притягивать на себя внимание. Это точно не вы, конечно. Он достаточно жесткий, он достаточно уверенный в себе человек. А Оксанка не скромная, ты считаешь? Я бы сказала, что Оксана про другое. Оксана, как я с этого начинала, она внешне жесткая. Это действительно товарный вид. Это умение себя презентовать определенным образом. На самом деле, вы с ним на разных концах зодиака, можно так сказать. Ему нужна девушка дева, вы рыбы. Абсолютно противоположный знак. То есть вы буквально совсем не то, что ему нужно. Впереди у нас третий жених. И выбор своей судьбы не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся». И я предлагаю Оксане встретиться с третьим женихом. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодой Оксана, меня зовут Игорь. Ладно познакомиться. Очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь, вы с кем? Я со своей хорошей знакомой Яной. А вы похожи, как будто однояйцевые. Я подумал, что с сестрой. Слушай, ну что-то он с женщиной пришел, конечно, со своей знакомой. Он глаз, похоже, подстраховаться решил, да? Если с той не срастется, то, по крайней мере, с этой что-то будет. Давайте на вас посмотрим. Игорь, 41 год. Ведущий эксперт по аренде элитного и загородного жилья в крупной компании. Увлекается рыбалкой, плаванием, любит выезжать на шашлыки, ходить в лес по грибы и бегать по утрам. Мечтает найти свою единственную женщину. Игорь, 15 лет, жил с женой без громких скандалов и выяснений отношений. А когда их чувства друг к другу совсем остыли, пара решила расстаться. Надеется, что с Оксаной ему никогда не будет скучно. Игорь, чего ждете от Нового года? От Нового года изменения каких-то в жизни. Ну, каких? Вот конкретно. Вот смотрите, а вот что в Новый год не загадаешь, то и исполнится. Познакомиться с хорошей девушкой. Только у вас была хорошая. У вас была хорошая жена с жиру беседы, с 15 лет, ни скандалов тебе, ни упреков. Все прекрасно. И ребенок родился в любви. И ждали этого ребенка. Что потом произошло? Стали другу неинтересны все. Решили разойтись вместе по обоюдному согласию. В один момент? В какой момент? Вообще люди понимают, что они стали друг другу неинтересны? Я хочу, ну, где-то за 6 месяцев до развода окончательно. Может быть, вам кто-то понравился на стороне? Может быть, вы изменили? Может быть, что-то заподобили? А может, он перестал хотеть ее? Да, можно сказать так. Мы перестали друг друга хотеть. Ребенку сколько? Ребенку? Ребенку 20 лет. Ну, то есть вы... А, ну, классическая ситуация. Ребенок вырос. Усталось. Когда развелись? 5 лет назад. А, было 15 лет подросток. Ну, не знаю, Игорь. Ваше, конечно, дело. Так, наверное, тоже бывает. Так мы бросили женщину, по сути. Куда она теперь в сороковнике? Они договорились. Они договорились. Мы все, что нажили, ну, скажем, я нажил. Ну, там, квартиры, машины. Я все оставил своей женщине. А, так вот не в накладе. А много оставили-то? Нам-то что оставили-то? Ну, все, что у меня было, то оставил. А сейчас что у вас есть? Я уже заработал. У меня квартира двухкомнатная, дом загородный, по-моему, сказали. Ну, ладно. Он слишком простоват. Ты не знаешь его, откуда ты это можешь сказать? Ну, ты ж про нее тоже в начале передачи много чего интересного говоришь. Игорь, а вас не смущает род занятий, допустим, Оксаны? Вот ее такие устремления? Да я хочу сказать, мне, на самом деле, девушки из шоу-бизнеса, в принципе, не очень интересны. А что пришли? За красотой, за красотой? Ну, как, может, Оксана все бросит. Может. А ради чего вы, Оксаночка, скажите, пожалуйста? Ради какого мужчину? Я сразу говорила, что я не готова сейчас бросать. Я прошла тот период, когда я хотела удивить, чем-то захватить, да? Я не откажу сейчас бросить свою профессию, но я не знаю, что он должен сделать. Вот именно на вашу программу я пришла. Может быть, у вас какой-то вот есть волшебник, какой-то вот мужик, который бы закрутил меня, завертел, что я бы сказала, не нужен мне этот шоу-бизнес, я буду с тобой. Вот я хотела увидеть это. Вот были такие ведь у нас были. А почему вы мне не позвонили? Правда, именно вот там с размером уже, я думаю, с лупой только пришлось бы искать уже, понимаете? Я делаю на сентябре. Им далеко за 70. Но вот они мечтали, они говорили, вот уже пограничный возраст, 28 лет. И описывали такую, как вы. Ну, как говорится, или... Покажите сюрприз, который приготовили. Спасибо. Оксана, это тебе, когда ты будешь петь, чтобы грело свои руки. Ой, а можно вы покажите что это? Да, покажите. Какая прелесть, какая мультипочка. Да, здорово. Знаете, как этот стиль называется? Няшка. Спасибо вам огромное. Проходите в колокольчик, смотрите на вас. Ну, что скажете? Мы все слышали. Я не слышала. Ну, что здесь сказать? Нет, мы все слышали. И все зрители слышали. И Оксана все слышала. Ну, что, не умничаю. Ну, понравился? Нет. Ну, куда? А что, куда? Что у него лично мысль, живем, торгует. Человек пришел, не сам, куда идет, и он пришел и говорит, что ему это вообще не нужно. И, в принципе, женщина, как Оксана, его не устраивает. Ну, как же. Он сказал, что это вообще не цель. Он сказал, что женщина из шоу-бизнеса не моя цель. Конечно. И, возможно, я неправильно его поняла. Он хотел сказать, что женщина из сцены для него, ну, это не совсем, скажем так, комфортно идти в взаимоотношении. То есть он будет стараться сделать все, чтобы Оксаночка предпочла сцену Игорю. Вы видите Игоря рядом с собой? Если нет, то почему? Потому что не Орел. Потому что хороший мужик, но не Орел. Потому что ему нужны новые впечатления, новые переживания, но не с вами. Вам нужен Пригожин. Пригожин. Понимаете? И тогда вам будет он красивый, молодой, талантливый, стройный и голубоглазый, который вам поможет сегодня, вам не дожирует. Даже если бы сегодня пришли за вас бороться Шура, Басков и Зверев, Сергей, то это были бы более подходящие кандидатуры для вас. Потому что сегодня вы с этими людьми должны появляться на странице светской хроники. Вы с ними сегодня должны быть, и есть закон. Вы хотите на эту сцену проклятый, вы хотите в этот дурацкий шоу-бизнес. Значит, должны играть по этим правилам. Что делать? Конечно, пусть играет по этим правилам. Как тебе, жених? Достойный, прекрасный, обычный мужчина. О мужчине этого типа вы мечтаете, хотя в нем все эти качества, которых вы ждете, вы ждете неявно. К сожалению, для вас и для Игоря каждый из вас сейчас не знает, чего хотеть. Вы сами не понимаете, какой мужчина вам нужен. Вам нужна очередная ступенька, а не партнер рядом. И поэтому вы не видите достойных кандидатов, и в нем этих черт не увидели. Он точно так же не озвучил, никакая женщина не нужна ему, ни зачем. Поэтому боюсь, что ни вы ему, ни пара, ни он вам. Был очень скрытый, как никогда в моей жизни никогда тебя не слышала таким. Ну, ведущую увидели, на самом деле, самое важное. Девочки, чтоб там не было, как говорят у вас в Кеве. Но нужно выбрать одного жениха для вашей подруги. Поэтому будем советовать. Мне кажется, что вот второй кандидат, Сергей. Она мне понравилась. Она честная, она искренняя. Немного простовата, но... Ну, не совсем простовата, а немножко другая, может быть, чем ты. Я все-таки за Игорька. Пусть определяется, в конце концов, рядом с тобой, кто нужен. Меня тоже, Игорь, не смутил. Его нельзя сбрасывать со счетов. Он о вас позаботился. Он немного растерялся здесь, поэтому не был так к вам любезен и любопытен. Но почему бы и нет? Он взрослый, сформировавшийся человек. Я думаю, вам было бы с ним неплохо. Игорь, в общем, понравилось? Нет, она мне не понравилась вообще. А если вдруг зайдет? Конечно же, не выйду. А я думаю, что сегодня с вашим не вполне определившимся стилем избранника и целью, с которой вы к этому избраннику подходите, вам прежде всего подошел бы Константин. Мне кажется, что по менталитету, по взгляду и по требованиям к жизни, он из тех, кто вам подошел бы, ну, хотя бы как-то. Готов с ней выйти, если она зайдет? Нет, ну, как бы прожить, встретиться, выпить кофе, пообщаться. Да, да. Ну, выбирать вам, поэтому проходите, дорогая, мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4-4-ки. Людмила, 24 года, номер 2222. Менеджер в гостиничном бизнесе. Гордится своим образованием и мечтает построить успешную карьеру. Хочет познакомиться с обаятельным и рассудительным мужчиной, который не бросает слов на ветер. Анатолий, 24 года, номер 2238. Менеджер по развитию бизнеса. Авантюрист. Увлекается спортом и имеет диплом массажиста. Познакомиться со взбалмошной, скуластой блондинкой, которая будет постоянно держать его в тонусе. Мы не знаем, выйдет Оксана одна или с избранником. Я приглашаю всех выходить. Давайте ее поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Цветы в твоих руках, они решили этот вечер. Оксан, ты мне с первого взгляда очень понравилась. Я сразу почувствовал, что ты очень интересный человек. У нас есть пара Оксана и Сергей. И я поздравляю вас с Новым годом. И хочу пожелать любви вместе с Томасом Невогримом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...